Оформить федеральный материнский капитал на первого ребенка можно будет уже во втором квартале 2020 года. Владимир Путин во время ежегодного послания президента к Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка. А сумму сертификата для семей при рождении второго и последующих детей увеличить на 150 тысяч рублей. Федеральный материнский капитал в 2020 году будут выплачивать уже на первого ребенка. Инициатива президента поддержала Федеральное собрание. И теперь получить сертификат смогут те семьи, в которых родится или будет усыновлен первенец 1 января 2020 года. Для многих молодых пар эта новость станет решающей в вопросе увеличения семьи. Да, я думаю, да. А сколько у вас детей? У меня детей нет пока. Ну и не пытаюсь пока что. А вот если материнский капитал будет, подумаете об этом? Ну да, конечно, можно подумать об этом. Я думаю, это очень хороший стимул. На самом деле я сама недавно вышла замуж. И мы сейчас с мужем планируем детей. И для большинства граждан нашей России это очень хороший стимул. В соответствии с вступившим в силу изменениями с 1 января 2020 года, размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма материнского капитала выросла на 13,6 тысяч рублей, или на 3%. Индексация коснулась тех семей, у которых на конец прошлого года сохранили средства на сертификате, как в полном объеме, так и в частичном размере. Законопроект, предусматривающий механизм предоставления материнского капитала на первого ребенка, сейчас находится в разработке, так же, как и увеличение его размера на второго ребенка. И поэтому, как только из федерального центра поступят нормативные документы, отделение незамедлительно проинформирует население о порядке обращения за получением сертификата. И так же мы ожидаем, что примерно в марте-апреле пенсионный фонд начнет принимать эти заявления, как только Госдума примет решение об изменениях в закон о материнском капитале. В 2019 году семьям Ненецкого округа было выдано 224 сертификата на федеральный материнский семейный капитал на сумму более 100 миллионов рублей. Чаще всего в 2019 году семьи направляли средства сертификата на образование, в частности, на оплату детского сада. Второе по популярности направление – ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2018 года. Порядка 157 округа направили средства федерального материнского капитала на улучшение жилищных условий и погашение ипотечного кредита. В целом, по четырем направлениям было израсходовано порядка 104 миллионов рублей. Вместе с тем, на территории Ненецкого округа действует региональная мера поддержки многодетных семей. В 2019 году ей воспользовались 152 семьи. В них родились третьи и последующие дети. Во второй половине 2019 года по инициативе губернаторов в положении о мерах социальной поддержки многодетных семей были внесены изменения. Теперь на региональный материнский капитал могут претендовать семьи, в которых родились четвертые и последующие дети. Те изменения, которые были предложены губернатором и поддержаны собранием депутатов, на сегодняшний момент материнским окружным капиталом могут использоваться и на третьего ребенка, и на четвертого, и на пятого, и последующие. То есть нет однократности, которая была раньше. Это первые изменения, которые произошли. Вторые изменения. С 2020 года у нас практически отменена вся приостановка. И нормы, принятые ранее, которые говорили о направлении использования материнского капитала, на сегодняшний день действуют в полном объеме. Одно из самых популярных направлений использования регионального материнского капитала – единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей на разные цели. Второе по популярности – приобретение товаров длительного пользования, а также в тройке лидеров приобретение транспортных средств. Все эти изменения как раз направлены на повышение демографии. Изначально, когда эти меры были приняты и на федеральном уровне, федеральный материнский капитал, и когда мы принимали окружной, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, и как изначально он был принят, он самый практически большой во всех субъектах Российской Федерации, по сумме, которая выплачивается, они как раз повлияли, и у нас был рост рождений третьих, четвертых детей. На сегодняшний день есть тенденция за последние три года сокращения первых родов. И по поручению губернатора мы готовим сейчас изменения, также в окружной законе о материнском капитале, с целью установления выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка. Кроме того, в 2020 году ежегодная индексация коснулась регионального материнского капитала. Его сумма теперь составляет 379 911 рублей.